Ну что, дамы и господа, продолжаем наш тренинг по мануарной терапии. И сейчас переходим к сет номер 5, у нас уже работы на спине. Самое сложное это позвоночник, тогда, когда человек лежит лежа на столе, лицом вниз. Значит, мы проверили, диагностировали человека методом пальпации. Основное смотрится что? Ассисты, отростки, как они расположены относительно друг друга. Либо они ротированы, соответственно, не на одной прямой линии находятся, но пальцы символизируют. Они гуляют, да. То есть, соответственно, ротированы. Нам надо его повернуть обратно. Могут быть какие-то искажения. Могут быть позвонок повернут вот так. Может быть, он не просто ротирован, а вообще раздвинуть в сторону. Вот сейчас все эти методы мы и рассмотрим, как это все править. Значит, в данном случае человек прямой, больших искажений нет. Вот я для вас нарисую позвонок. Позвонок. Вот находится второй. Вот здесь. Здесь, например, ровно. Здесь вот тоже ровно не идут. Ну, в качестве примера просто, да, иллюстрация. Значит, этот повернут вправо, чуть-чуть ротирован, этот ротирован влево, да. Чтобы нам их поставить обратно, нужно давить, соответственно, снизу вверх, только декомпрессируя, да. И для того, чтобы попал в нужную сторону нижний позвонок, да, совершить давление в него не просто сюда, а вверх. То есть вектор идет вот такой. Ну, а для этого нам мешает вот этот позвонок, который тоже сдвинут, да. Его нужно поставить назад. То есть его давление вот сюда идет. Соответственно, это надо сделать одновременно. За один шелчок, что самое сложное. Есть, конечно, умельцы, которые зажимают позвонки, у них ладони прям такие мощные. Зажимают эти позвонки между пальцами и вот между подушечками ладони, прям вот так и вставляют. Вот так вот. Ну, это, конечно, нужно быть сверхмастером и толпасхудниками и детьми пройдет. С взрослыми человеками, с людьми, тем более с грузами, такое не пройдет. Поэтому, смотрите, нам нужно задать, вот я показал, первое направление вот туда, одной рукой упираемся. Соответственно, любая косточка, которую вы можете поудобнее выбрать, эту, эту, запястьем, боком там, где. Ну, просто пальцы будет мало, одного пальца мало. А вторую руку отсюда. Смысл в чем? Что мы должны для вот этого позвонка дать с той стороны вакантное место, мы должны там растянуть. То есть этот идет больше на стяжение всей верхней части. То есть для него практически упираешься вот так. Только поудобнее, что кожа съезжает. Вот. И будем задвигать вот сюда. А под ним, нижний позвонок, мы другой рукой первых. Получается, вот такое движение будет, друг настречу другу. Этой рукой мы задаем расширение, а это вставляем. То есть одновременно. К сожалению, это не будет видно, потому что сами руки все перекрывают. Ну, примерно вот. Первый способ это делается вот так. Раз. Сейчас, если позвонки сдвинуты у нас вот в шейно-грудном переходе, ну, например, вот этот ушел, ротирован в право получается, да? А этот влево. Что-то уже не видно тут. Давайте что-то нарисуем по мастерам. Вот. Мошу перед с лбом. Или руки, да, вот так поставь. А, у него такие есть. Такого, у него два позвонка. Два позвонка. От основной оси, вот этой. Они чуть-чуть сдвинуты вправо. Дальше норма идет. Ну, то есть ось наблюдается прямая. Значит, нам нужно что? Вот мы думаем сразу, да? По вот этой схеме, помните, которую я рисовал? То есть вот, вдоль позвоночника, порой вертебральные мышцы идут, да? Нам надо, если повернуть сюда, ну, вот так вот, например, да? Вот, сдвинуть вправо. То с этой стороны мы растягиваем и вверх давим, а с этой стороны снизу и вверх подбиваем. То есть вот такой движение. Тут растянули и тут подбили. Для этого нам надо растянуть, соответственно, с этой стороны, слева с предоположной. Разворачиваем голову максимально ко мне. Вот эту руку убираем, чтобы она нам не мешалась. Эту руку тоже максимально отводим. Вот. И получается, ребра идут по косой немножко. Ой, не ребра, а плечи, да? По косой. Заметно, да, что это уже ниже прошло. То есть тут вот есть расцепление места, куда еще? Растянуть. Поэтому голову поворачиваем еще больше. Вот. И сейчас давление у нас будет именно в эти позвонки. Соответственно, можно любой рукой. Вот мы его раскачиваем, 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 создаем тут напряжение. Когда нашли это место, тогда и удалим. При этом я своей рукой растягиваю мышцы шеи за основание черепа. Видите? И когда я буду давить с поворотом, тут поворот идет сюда, здесь поворот в обратную сторону. Друг против друга. Можно то же самое сделать, если голова лежит в противоположную сторону. Проверни голову. Вот опять там нужно растянуть с этой стороны. Тогда поворачиваем голову тут назад. Давить будем опять сюда же. Но тут давление тогда в челюсть, на нас. При этом, как вы стоите вокруг человека, ну вот я стою на одном месте, да, в общем-то не очень важно. Это вот все от вашей сноровки зависит. Можно встать вот отсюда. Как бы, раскачивая его позвоночник в эту сторону, надавить, а это рукой в челюсть. Можно встать отсюда. В упор делается вот этим, в этот палец. Вот на себя его раскачиваете, а тут даете тогда в череп. Делаем голову в ту сторону. Так это растянуть. Тогда давим в основание черепа, а здесь, да, вот сюда. Вот так раз. Ну, сейчас мы это все потренируемся. Понимаете, то есть, как вы поставите руки, в принципе, не важно. Желательно, во-первых, естественно, это все делать через тряпочку, чтобы не дай бог не соскользнуть. А во-вторых, просто я хочу, чтобы у вас осталось впиталось на подкорку мозга вот это вот понимание. С той стороны, куда давим, там растягиваем. А давим в противоположенную сторону, в нужном направлении и вверх. Не только справа налево, да, но и вверх. То есть, растягиваем, как бы освобождаем место, куда должен позвонок снять. Да, 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 именно для этого. Так что тут школу больше заканчивать не надо, в принципе, все достаточно просто. Но грудной отдел у нас достаточно сложно, закрепощенный, как бывает, у людей. Он такой же жесткий. Да, поэтому, чтобы до него дотянуться, вот есть способы по-другому надавить. Например, поворачиваясь на бок, вот на этот. Локти ставим вот так, вот тебе. Вот так вот, один на один. И можно на этот позвонок надавить через, ну, если вот в этом отдельно находится, да, через ребра. То есть мы берем у человека, раскрываем это место, да, и через ребра ему туда давим. Ну, это только вот на этом отделе получится. Если вот между лопаток отдел, да, тогда поворачивается на спину, лук и так же остается. Кладем свою руку под его позвонок, и так же это значит вот так, локс на локте. Под тот позвонок, который мы нащупали, да, между подушечками пальцев его зажимаем и с поворотом. То есть будем давить. Вот нам сейчас надо было, где смог стерся, к сожалению, вот здесь давить, а от нашей стороны туда. То есть из растяжения уже, да? Нет, там получится с растяжением. А получится? Да. То есть я именно с этой стороны ставлю свой большой палец. Ну, смотрите, у кого-то просто не хватает подушечки, да, тогда я прямо на ребро ладони ставлю, и получается вот такой загиб, достаточно большой через всю ладонь. И все равно с поворотом. Вот это в нижнем его уперся, верхний, ну, вот еще можно вот так вот, не так ставить, а вот так. За счет того, что вот я упираюсь в столб костяшками пальцев, у меня эта кость выше получается, да? А вот эти костяшки в противоположную сторону упираются, они вот так поворачивают. Этим давлю большим пальцем, а эти поворачивают. Такое короткое движение. Сложно это такое движение. Ну, на самом деле, не очень сложно. Ну, с другой стороны, не всегда с первого раза оно получается. Вот я нашел, да? Вот этим пальцем, всем я буду поворачивать сюда, а большим пальцем туда давить. Положили человека. И вот он уже как бы сквозь эту точку, вот он переворачивается через мою руку, видите? И через плечо я ему давлю. В это время поворачивать, да? Получилось, да? Да, и в этот момент я поворачиваю. То есть давлю через ребра, через все, в локти. Так. Ну, с тазовыми костями мы уже тоже разбирали, давай в прошлый раз поворачивайся еще раз на бок. То есть, если у нас ребра, ой, поясничный отдел повернут вот туда, вот нас, в том случае влево, да? То мы растягиваем его верхнюю часть. Вот верхнюю растягиваем, а эти ребра на себе вот так попытаемся их уставить. Если развернуты ребра, о, пух, ты, что-то, заговариваться уже стал, ассисты отростки в нашу сторону, в том случае вправо, да, то мы его растягиваем. Разумевает отростки разум, то есть там, как бы, пальпации прощупываются, они свои сравнения, да? Прощупываются, да. То есть мы до этого прощупали. И там отростки с лидерами больше, да? Да, и только потом повернули для того, чтобы стянуть. Вот такой вот прием можно сделать. Такой-то нахи вместе. Поднимаем за ноги. То есть растягиваем его поясницу с той стороны, видите, она тянется. А с этой стороны прям в этих позамки даем. Ну, нужно иметь, конечно, достаточную силу, чтобы так надавить. Поэтому, ну, подбираем ту технику, которая подходит под вашего клиента в данный момент. Бывают люди больше меня в два раза, бывают худые. С худыми получится, с большими не получится. Значит, другие методики будем выбирать. Ну, а пока мы отрабатываем на практике именно вот это. Эти приемы. Давайте к ним приступим. Непосредственно поставим руки. Пощиним друг дружку. А если вы нас только смотрите, то вы многое теряете. Приходите, слушайте, на тренинги коллегу Аллаху Гудвину. Он вас всему научит. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова